Фестиваль «Перерыв на войну» появился как часть одноименного независимого проекта по сохранению памяти и привлечению молодежи к теме Великой Отечественной войны. Жителям столицы российской провинции 23 августа в городском парке культуры и отдыха было продемонстрировано пять лауреатов данного конкурса. Но перед кинопоказом всех присутствующих ждал приятный сюрприз – выступление литературной студии «Первоцветы» и оркестра нашего города. Молодые поэты под руководством Татьяны Щедриной прочли свои стихотворения, которые были посвящены родному краю, теме любви, теме поэзии, войны и мира. Затем начался кинопоказ. Кинофестиваль молодежного короткометражного кино был посвящен теме Великой Отечественной войны и был учрежден в сентябре 2014 года. Конкурсная программа фестиваля объединяет короткометражные фильмы на тему Великой Отечественной войны – от студентов киновузов и независимых режиссеров до 35 лет. 7 июня 2015 года в Петербурге были подведены итоги молодежного кинофестиваля. Всего пять работ стали лауреатами в номинациях – лучший игровой фильм, лучшая документальная работа, лучшая анимационная работа, специальный прежюри и гран-при кинофестиваля. В этот день жители города смогли ознакомиться с гран-при кинофестиваля короткометражным фильмом «Дневник памяти», который был основан на дневниках Тани Савичевой и других детей, проживавших в блокадном Ленинграде. «Я все чаще открываю записную книжку, которую оставила мне мама в память о моей сестре Нине. Однажды она не вернулась с работы. Был сильный обстрел, дома беспокоились, ждали. Но когда прошли все сроки, стало ясно, что Нина больше не придет». Также в этот день были продемонстрированы лучший игровой фильм-концерт, лучший документальный «Фабиан Шлехт», мультфильм «Воробушек», ставший лучшим в категории анимации и работа, которая была удостоена приза зрительских симпатий «Однокадровая картина. Сон грядущий». ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что не твои уходят, но у нас еще есть время. Мне кажется, мы скоро победим. Не может же эта война длиться вечно. Представь, ты вернешься, я тебя на вокзале встречу. Платье свое светлое надену. Стоит отметить, что невзирая на то, что кинопоказ проходил бесплатно, любителей авторского кино собралось не так много, как ожидали организаторы. Однако те, кто пришли, смогли в очередной раз вспомнить о великом подвиге, который в свое время совершили наши прадеды и деды. Юлия Протопопова, Александр Дичок, Урюпинское телевидение.